Всем привет! Что-то пошло не так. Не знаю, что там говорит Лиса, но я всегда мечтал это сказать. Настало время годного контента на ютубе, а впрочем ничего нового. Сегодня я буду озвучивать, как Лиса делает макияж. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишись на этот канал, тык, включай себе уведомление о публикациях, чтобы дальнейшем ничего не пропустить. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут, но на самом деле нет. Начинает макияж Лиса с тональника и магией с яйцом. Наносит тональник на левую шеточку, на правую шеточку. В дальнейшем она, скорее всего, будет растушевывать. Сейчас мы это увидим. Взяла яйцо. Кстати, если вы заметили, Лиса опять розовые волосы. Можете, кстати, поинтересоваться, у нее как так вышло. Спойлер, это было случайно. Лиса достала какую-то неведомую штучку, похожую на гель для ногтей. Размешала. Ага, это что-то для бровей. Скорее всего, типа, а-ля краски. Да, она подчеркивает свои бровки, чтобы они были темнее. И тут же делает, как его там называется, она их расчесывает. Да, так это и называется. Нормально люди называют это расчесывать. И растушевывать, кстати, одновременно вместе с этим. То есть она расчесала и тут же начала растушевывать. И достает какую-то оранжевую штучку, похожую на фломастер. Но, ребятачки, это не фломастер, потому что я точно знаю, она снимала видос распаковки из Кореи. И вот там эта штучка была, я хорошо помню. Вот. И этой штучкой она расчесала свои бровки, и они стали очень выразительными. Почесала нос зачем-то, Лиса-то и на камере. Не знаю, что это. Похоже на какой-то большой ватный диск с держателем. Но, видимо, это придает лоск, блеск, красоту лицу. Ну и тут пошел бальзам для губ. Самое простое. Нанесла на нижнюю, на верхнюю. Сейчас пальчиком, конечно, фирменный трюк Лисы. Все делает пальчиком, как настоящий истинный профессионал. И в кадре появляется Hello Kitty. Берет какой-то очень светлый оттенок и наносит на верхнее веко. Дальше она берет розовый оттенок, проходит сверху. Наверное, делает глаза более выразительными. Я не знаю, для чего это. Наверное, для этого. И теперь третьим оттенком она украшает кончики своих глазок. Ну, там где-то типа стрелка должна начинаться или заканчиваться. Я не знаю. Теперь в ход пошла какая-то палетка с блестяшками. Лиса выбрала золотой цвет и покрывает ими верхнее веко своих глаз. А, нет, подождите. Нижнее веко тоже покрывается золотым цветом. Надо, чтобы все блистало. Видите, как красиво. Это керлер, ребята. Я точно знаю, это керлер. Я это видел. Я знаю это слово, да. Лиса изображает из себя... Ой, какие боли. На самом деле, не верьте, керлер это не больно. Тушь. Да, это тушь. Тушь, чтобы реснички после керлера были еще и объемные, и более густые, темные. Да, чтобы было все красивенько. Очень важно все делать максимально качественно, чтобы реснички не прилипли друг к другу. Потому что если они прилипнут, это будет совсем не секси. Вот, поэтому лис так старается. Каждую ресничку отдельно делает. А теперь она достала какую-то более тоненькую штучку. Я думаю, это... Не знаю, для чего это. Сейчас мы узнаем. А это тоже для ресничек, да. Вот теперь я тоже знаю. Наверное, вы тоже не догадывались. Но для верхней и для нижней реснички используются разные щеточки. Вот тут та же самая техника. Тоже отдельно каждую ресничку. Только тут она еще почему-то моргает глазом. Это, наверное, техника моргания, которая, наверное, позволяет сделать все... Я не понимаю, что происходит. Простите, это брови? Ты же только что красила ресницы. Кто знает, что происходит, пожалуйста, объясните мне. Потому что я не понимаю, она использует одно и то же средство для разных целей. Так, еще одна щеточка. И снова нижние реснички. Вы заметили, она уже третью щеточку использует для ресничек. И снова техника моргания. Очень внимательно. Обратите внимание на это. Это какой-то фломастер. Для чего он? Это чтобы подчеркнуть глаза. Типа синяки, когда у тебя есть круги под глазами. Ты бац-бац. И нарисовал, короче, такие розовые круги вместо своих синих кругов. И как бы у тебя нет синих кругов. У тебя просто розовые круги. Вот. И ластиком стираешь, чтобы такой белый оттеночек добавил. Вот, наверное, хайлайтер. А может и нет. Я не знаю, какая она красивая такая. О, волосики поправила. Посмотрела сюда, посмотрела туда. Достала Hello Kitty. Это румяшечки, да. Это точно румяшечки. Я 100% уверен. Обратите внимание, как у нее сразу щечки стали красненькие. Такие, как будто она так что вышла с холодной улицы. Волосики поправила. Еще потерла тут, потерла там. Ну, в общем, красоту блеск навела. И смотрит в камеру такая, типа, о, я львица, я тигрица. Надо уж, конечно, определиться, ты львица или тигрица. Да, подумала бы она. Но все-таки я львица, наверное. И достает косметику Круэлла, кстати говоря, которую мы купили в Диснейленде. Выбирает нижний правый оттеночек. Скорее всего, это румяшечки номер 2, ребяточки. Она вот покрасила тоже. Она делает то же самое, что с предыдущими румянами, да. И тут BTS. Ну, конечно, если не BTS, то кто, как бы, Лиса, как бы, это знает, что надо использовать BTS. Губки намазала, растушевала пальчиком. Достала еще одну помаду. Это помада, да. Это еще одна помада. Третья, по-моему, по счету, если я ничего не путаю с самого начала видео. Так, растушевала. Так, ты думаешь, что поделать дальше. Мне кажется, она решила на этом закончить, да. Посмотрите, оцените мой макияж на 10. Так, посмотрела сюда. Красиво, красиво, да, очень красиво. А так тоже очень красиво. Вот, да. Пожалуйста, я вас всех целую, обнимаю. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. С вами была Лиса. Всех люблю, всех обнимаю. Чмоки-чмавки. Проверка косметики Hello Kitty. Теперь тебе надо покушать из мисочки. А что, глоток сходить предложишь? Та-дам! А ты так со мной обошелся. Фу, паскудный спонж. Пишите, какая упаковка этого средства вам понравилась больше всего.